Здравствуйте, друзья! Это Кузнецов Дмитрий. Здесь решил вам из архива достать, знаете, иногда прослушиваю старые записи. Ну вот это вот симпатично, интересно, до конца, пожалуйста, послушайте. Сотрудникам Ренессанс Кредит заголовок отвечает сам за себя. Ну, действительно, тупая, жалкая, еще ко всему прочему, нежелающая размышлять овечка. Давайте, внимание, поехали! Да. Да. Здравствуйте. Меня Владимирович, могу вас слушать? Заслушайте, ради бога, жалко, что я. Я представляю интересы банка Ренессанс Кредит. Меня зовут Жданова Вероника. С целью банка решение вопроса задолженности по вашей кредитной карте. Вы производили оплату в ноябре на счет карты? Вы представляете интересы как? Какая-то посторонняя организация или как сотрудник банка? Сотрудник банка Ренессанс Кредит. Прямо из банка звоните, вы не коллектор, слава богу, да? Из банка. Ага, слушаю вас. Вынужден был выяснить, потому что замучили, названивают, кому попало, кому не время. Ага. Вы не платили в ноябре на счет карты, я правильно вас понимаю? Не-не-не. С чем связана ваша неоплата в последнее время? Вы в последнее время не платите? Ну, отсутствует денег. Вы работаете, зарплату получаете? Конечно, а как же, что же я? Ты не едет, что ли? Мне же надо семью кормить. Себя кормить, семью держать. Работаете. Когда вам платят зарплату? В какую дату? По-разному. Точная дата есть, когда выплачивают зарплату? Двадцатая. Аванс вам платят? Авансы? По-разному. А зачем спрашивать, я не помню. Вы записываете информацию о вашем доходе. Сколько получаете в месяц? Какую сумму? Ну, 1180, ну, 200, вот так. Очень плохо вас слышно, повторите еще. 180, когда 200, по-разному. Под Новый год, наверное, побольше заплатят. 180, 200. Ага. В среднем 190, если вы пишете, правильно будет? Ну, да. Почему не производите оплату? У вас есть дата. Я говорю, денег не хватает же. Не хватает. То есть у вас расходы превышают ваши доходы? Конечно, да. Поэтому и не хватает на банк. С какого момента у вас доход? Точнее, не доход, а возросли расходы. С какого момента? Они все время такие были. Они у меня постоянно возрастают. Цены же растут в государстве. Вы что, не знаете, что ли? Вот, и расходы растут. У вас карта оформлена в июне 2014 года. Ну, вот, а у нас инфляция-то в стране далеко за пределами разумных каких-то цифров. Удомляю вас, что оформить данную карту вы взяли на себя кредитные обязательства. И теперь на основании и договора пункта 1.2.2.8 и статьи 309 Гражданского кодекса Российской Федерации понятие обязательства оплаты есть обязательства обеспечивать наличие платежа на счете не позднее до списания. Какие бы у вас ни были расходы? Все равно денег не хватает. Не взыскивайте средства на оплату карты. Не, я думаю, что мы только... Занимайте деньги. Не, 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 я глупостями в этой жизни заниматься не привык. Занимать деньги. Если вас что-то не устраивает, подавайте в суд, да и все. А чем вам выгодно будет работать через суд? Да мне все равно. Я знаю, что в нашем государстве... Причем здесь выгодно-невыгодно. Нужно быть законопослужным гражданином. Вот я знаю, что я что-то там нарушаю. Наверное, ваш договор составлен с точностью в соответствии с действующим законодательством. Зачем вам тогда резину тянуть? Подавайте на меня в суд и на основании закона. Вот такой мои шикарные зарплаты. Пускай судебные приставы списывают и все. На свое усмотрение, банкные сразу привлечь к стриму не только в суд, но также коллекторская агентство. Ну, ради бога, коллекторская агентство будет от меня слышать то же самое, что я сейчас вам говорю. Я их буду посылать на три буквы, посередине буквы О, в суд. Знаете, в нашей стране все так устроено. Если человек чем-то не согласен, если вы не устраивает действия второй стороны, там договора и все, надо в суд идти. Все остальное, это не имеет смысла, цели никакой, рассчитано только на идиотов. На основании вашего договора фонта 12318-12319. Из-за того, что у вас недоближающая оплата по этой карте, банк имеет право? Ну, конечно, имеет право. Я же вам что, сказал, что не думайте этого делать? Я вот, если пошлю отзыв согласен на обработку персональных данных и передачи его третьим лицам, тогда банк не будет иметь право на это. А пока что, ради бога, давайте... И вам ответят в вашем письменном обращении, что после исполнения ваших обязательств при банком... Ну, это вы уже сами придумали. Документы будут... Ну, да нет, да ради бога, да хорошо. Я считаю, условия вашего договора. Да, я понимаю, условия договора, понимаете, тут я начинаю задумываться. Скорее всего, договор у вас составлен вопреки действующему законодательству. Договор это не панацея. Слышали, да, такое? Раз у вас есть договор, нет, человек не обязан его исполнять. Договор составлен на основании законодательства. Ну, понимаете, у человека есть право согласиться с условиями договора, а потом отозвать свое согласие. Это закон. Не обязательно вот с этими пунктами договора. С любыми человек может согласиться, а потом отозвать. На основании статьи 451 Гражданского кодекса Российской Федерации договор, составленный вопреки действующего законодательства в полной мере, либо в части пунктов, подлежит признанию ничтожным. Сейчас не претендую на цитату, но вот суть в этом, понимаете? Но я не хочу никуда, мне все устраивает. Меня все устраивает. Если вас что-то не устраивает, пожалуйста, подавайте в суд. Оценивайте мои действия как шаг в сторону банка. Я прекратил исполнять условия договора. На основании собственного желания, своих подозрений, своих амбиций, на основании своей бредности, в конце концов. Вас что-то не устраивает? На законодательство? Ну не устраивает, хорошо, нарушение законодательства, дальше что? Что вас не устраивает? Подавайте в суд на меня. Вы хоть раз видели, что преступник на основании... Ну хорошо, коллекторское агентство услышит то же самое. Вы хоть раз слышали, чтобы человек, который совершил тяжкое, либо менее тяжкое преступление, вот такое ему сказали, оказывается, он подумал, ну тогда пойду в тюрьму сам сяду. Но нет, он ждет, пока будут разборки. Сам он в тюрьму не пойдет, за редким исключением. Я вот как раз не то исключение. В тюрьму я, конечно же, не собираюсь. На лекарство агентство работает, факт, не только телефоны переговоров, но также вправе приезжать. Ну и что, ну что тут страстного? Ну скажите мне, душечка, ну что тут такого вы сообщили? Ну готов, готов. А что, ну приедет, помычит там какое-то чмо мне? Я захочу поговорю с ним, захочу, не буду разговаривать. Посиди ваши. Да ну вы что ерунду говорите, ну соседи, ну соседи пошлют его туда же, хотя у соседей, ну что он подойдет? Он не имеет права разглашать ту информацию, которую вы ему отдадите. Что он будет говорить соседям? Максимус просит, где я? Евгений Владимирович, вы готовы конструктивно работать с банком? Я же вам сообщил, это конструктивность в блестящем виде. Вы понимаете, что у вас монолог, у вас монолог, вы не слушаете вас. Не, ну я пытаюсь вам ответить, а вы хотите, чтобы я вам отвечал именно то, что вам интересно, а у вас не получается этого добиться. Поэтому вы считаете, что у меня монолог, а вы не можете парировать мои заключения, потому что у вас не хватает компетенции. Вы надеялись, что я буду плакать и извиняться, а я вам говорю свою гражданскую позицию. И не может гражданская позиция... Ну хорошо, я теперь вас выслушаю и надеюсь, что вы не будете повторять по несколько раз то, что вы уже сказали. Услышьте, банк, у вас не будет ежемесячных минимальных платежей вам выслушать сумму полного требования. Ну хорошо, да. Это порядка 30, 1 и 1 и 2 рублей. Вы готовы сразу же, по первому же требованию банка, набрать эту сумму, собрать эту сумму. Не, не готов. Даже если она будет, этого делать не буду. Ну и вы что, не можете понять, что я намерен все решать в суде. Обязаны будете это сделать. Ну обязаны, но не делаю этого. Вам не дает возможность оплатить на данный момент, пока есть такая возможность, оплатить просроченные минимальные платежи. А потом куда? Ну нет, хорошо, не будет этой возможности, шикарно. 5 ноября включительно. Ну нет, нет, сказал вам нет. Вы работаете со словом нет, а не со словом, а вдруг он согласится. Евгений Владимирович, оставайтесь на линии, в трубку не кладите, я уточню сумму долга для вас. Да нет. Хорошо, подожди. Ожидайте на линии. Я пока в поле отхожу. Спасибо за ожидание. Последний, прошедший платежный период у вас был сроком с 4 ноября до 24 октября, 27 октября, поскольку платеж не внесен, написан штраф. И 40-50 рублей введен на время. На данный момент, со 2 ноября до 26 ноября идет текущий платежный период. Если вы будете произвести оплату до 25-го числа, вам отлучена сумма, что там пропущенных минимальных платежей, которые были у вас не один период, и текущего платежа. Это 11693 рубля. До 25-го через любую систему сумма будет актуальна. В дальнейшем у вас, если вы платите с 1 декабря, начнется следующий новый платежный период. Девушка, у вас там запись разговора, все это ведется, да? Не тратите время. Давайте на три буквы пойдете. Если вы не производите оплату, на основании фунта договора 1-2-3-18, будете работать с коллективом 1-1. Мы надеемся на вашу оплату. Да, на этом будет актуальна любая платежная. Не-не-не, не надейтесь. До свидания, всего доброго. Тяжело работать, так, наверное, давай. Последник вам вопрос, электронная почта у вас есть в интернете? О, конечно. А как же без нее? Я же современный человек. Да, Робинсер. Нет, другая. Какая? Я не проверяю. Ну, записывайте. И первое. Дальше. Потом Ди, Д. Еще раз повторите. Ай, Дэ, Ай. И палочкой с точкой. Ай, Дэ, Ай. Дальше. Ага. Получается Ай, Дэ, Ай. Потом нижнее подчеркивание. Дальше. Н. Английское Н, как и наша перевернута. Н. Потом А, как русское, ну и английское. Дальше. Икс. Дальше. Игрек. Ага. И. Что там получилось, прочитайте? А? Евгений Владимирович, вы серьезно разговариваете, серьезно листвуете вашу почту? Ага. Собакамейл.ру Все получилось. Давайте проверим электронную почту. Мало бы вы подаете сведения? Да, конечно. Не, надо почту проверить, как получилось. Что? Что там получилось? Вам сумма озвучивается. 11 тысяч, шеф-одинку, 3 рубля. До 25 ноября будет актуально чисто. Ой, бедняжка. Жаль мне тебя. У меня платы. Вы ознакомлены. До свидания. С моими пожеланиями ты можешь тоже познакомиться, прочитав адрес электронной почты моей. IDI NAXYI. Точкой наверху. Всего доброго. До свидания. Собак. Ну, вот такой, друзья, симпатичный. Диалог. Окончание тоже такое, на мой взгляд, оригинальное получилось. Ну, посмеялись, да? Ну, старенького. Ничего не изменилось. Понимаете? Этот диалог датирован еще прошлым годом. Началом прошлого года. Вот смотрите, какие были, такие остались. Законы, незаконы. Как набирали туда людей, не умеющих, не желающих соображать, думать по жизни, так и продолжают набирать. И мы с вами понимаем и видим, что перед нами возникает. И самое обидное, что вот такая публика умудряется взыскивать. Это говорит лишь только о том, что люди, с которыми они взаимодействуют, в той же самой степени отказываются думать. И я призываю хотя бы тех, кто появляется на нашем канале, в качестве слушателей, для начала подписаться на наш канал, вникнуть в ситуацию, разобраться, как говорится, поставить за и против данной конкретно сложившейся вашей ситуации. И все-таки принять верное решение. Это решение не должно быть в сторону банка, что я лучше буду платить. Вот эти вот комментарии я регулярно вижу гусарские, типа, я воспитан так, чтобы, если взял, нужно отдавать. Да это не та ситуация, не та, друзья, моя ситуация. Банк это не то. Такими вот заявлениями, вот эти вот гусары доморощенные, джентльмены якобы, закрывают свою беспомощность, нежелание задуматься. А что вы скажете на то, что вас просто дурят с помощью денег, надеясь на ваши вот эти гусарские, джентльменские воспитания, просто стригут, как овец последних. Вот это я сейчас обращаюсь к тем, кто заявляет, что раз взял, надо отдавать в отношении с банками. Для банкиров вы самый ценный экземпляр, самородок. Это тот, кого можно постричь до последнего. Ходите, отдавайте, это ваш выбор. Какие проблемы? Но не надо навязывать вот эту вашу лживую благородность в общей массе. Именно на этой лживой благородности строится вообще весь процесс. Вся вот эта вот, скажем так, история с загоном населения в стадо строится на этих лживых, ненастоящих процессах воспитания. Совдеповских или каких-то там еще наслушались, насмотрелись. И там нос кверху задрали и пошли вперед. Ага, отдавать свои собственные деньги, которые вы потом и кровью зарабатываете. А банк на этом наживается. Понимаете, я, скажем так, с волками жить, поволчь и выть. Но не совсем так. Я не предлагаю выживать. Я знаю лично, на собственном опыте, что в этой ситуации можно жить. И не чувствовать себя каким-то говнюком. Я не утверждаю, что если ты взял у соседа, у друга, у коллеги, то тоже можно пользоваться этими принципами, о которых я говорю, типа не отдавать. Ни в коем случае. Вам дали, когда настоящие деньги с кармана достали, вот здесь включайте свое благородство, джентльменство и гусарство. Но не в случае с деньгами банковскими, которых вообще в принципе в природе не существует тех денег, которые вам дают. А требуют обратно настоящие. Вот это вот другой разговор. Здесь не джентльменство. Здесь надо головой думать. И выключить вот эти все лживые, пресловутые, жизненные якобы наработки, которые кроме проблем вам в этой жизни ничего не создадут. И уж точно не учите своих детей этим принципам лживым. Не обманывайте сами себя. Вот. А еще, друзья, сейчас не буду уже вот эту психологическую подоплеку здесь навязывать вам. Вопрос у вас перенаправлен на наш сайт, где выложена видеоинструкция, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. Что мы можем для людей сделать, а для того, ну именно, преследуя цель, избавить их от долгов, от кредитов, от долгового рабства. А дело в том, что на самом деле это все сделать можно легко и просто, ну, с точки зрения юридического подхода, само собой. И как мы это можем для вас сделать, в какие сроки, что вас ждет, в хорошем смысле слова, сколько, в конце концов, это стоит, вы можете узнать, пройдя по ссылке, которая расположена в описании этого ролика. Ссылочка на наш сайт. Там, хочу подчеркнуть, на сайте выложена видеоинструкция, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам. Посмотрите, пожалуйста, вникните. Вот именно там все разложено по полочкам, начиная от алгоритма и заканчивая банально ценой наших услуг. Для вашего удобства, сейчас в правом верхнем углу трансляции выйдет кликабельная подсказочка. Вот она. Это наш сайт. Действительно, проходите, смотрите, вникайте. Если вам интересно, если вам необходимо, если вам надоело сидеть в долгах, и вы не видите выхода, обращайтесь к нам. Мы с удовольствием вам поможем. Как сделали это уже сотнями других людей. Действительно, у нас клиенты сотнями насчитываются. И мы им всем помогаем. Потому что мы один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Работаем мы со всеми регионами Российской Федерации. В каком бы городе, поселке, в каком бы регионе вы ни находились, ни жили, мы готовы вам помочь. С удовольствием. Как мы это делаем, еще раз перенаправлю вас на видео на нашем сайте. Пожалуйста, посмотрите. Вот она кликабельная ссылочка на наш сайт. И там посмотрите видео. Вот, пожалуйста, в правом верхнем углу она выходит. Еще раз. Вот она. Ну, и также порекомендую послушать обращения тем, кто меня хочет лично увидеть, узнать, как я выгляжу, чем я дышу, что называется. Уже сформирован целый плейлист с моими обращениями к гостям канала, к подписчикам, к нашим клиентам. Пожалуйста, посмотрите. Опять же, кликабельная подсказочка в правом верхнем углу. На этот раз вот она вышла. Ну, что я еще могу сказать? Я желаю вам счастья, финансового здоровья, благоразумия вам и вашим близким. Начинайте думать головой, перестаньте бояться. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам доброго, дорогие друзья. Счастья и здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok